В общем, недоброго всем дня и недоброго утра, в связи с тем, что сегодня произошло. Мы утром списались с моим программным директором на радио и решили, что сегодня никаких выпусков радиопередач у нас не будет, поскольку носили они явно развлекательный характер. И сегодня вообще никому нет дела. Не то, что не до смеха, не до улыбок, а настроение, конечно, жуткое, потому что самое страшное, что все примерно откуда-то постоянно такого рода трагедию ожидают. То есть это не из ряда вон выходящее событие, к сожалению, и не что-то, что может тебя поразить до глубины души, потому что каждая вторая фраза в комментариях – это фраза «вот опять». То есть это самое часто встречающее слово, что «вот опять». Мы на днях, совершенно случайно, у меня была одна из моих любимых клиенток, она очень серьезный архитектор в Голландии. Мы действительно большой авторитет, которая уже 25 лет работает и занимается самыми разными проектами, в том числе и торговыми центрами, в том числе и всякого рода бизнес-центрами. Она говорит, ты знаешь, так повелось, она работает с очень серьезной старой голландской фирмой. Эта фирма всегда, если дает свое так называемое клеймо на проект, она отвечает головой. Она говорит, ты знаешь, больше всего мы не любили работать с русскими, потому что на любом проекте, чем бы мы ни занимались, это всегда заканчивалось воровством. Они были диким, просто невероятным воровством, то есть пиздили все и всегда. Один из самых крупных, больших и красивых проектов, за которые она бралась, это был проект Сбербанка для своих. Они рядом с Москвой-рекой возводили такое специальное огромное сооружение, ну что-то типа базы отдыха. И строили это для своих, то есть понятно, что всегда есть некий ранжир, что есть там мы власть придержащие, мы венциносные, богоносные, элитные мультимиллиардеры. И есть там холопы, простой народ, ничтожество, которые власть и все остальные не считают за людей. И у меня была иллюзия когда-то, что они хотя бы для себя строят какие-то адекватные вещи, блюдут определенные нормы. Она говорит, что-то нет, напротив, все было абсолютно наоборот. Говорит, когда я заступила на проект, я увидела, что с нарушением строится все. Все перекрытия, которые не могут выдержать ни одной серьезной нагрузки, что разбавляется бетон на стройке, что у русских вообще есть такая интересная привычка, когда они приходят на хороший большой проект, где много-много миллионов рублей, все начинают тащить каких-то сватьев, братьев, дядьев, троюродных, блядь, сестер, девери, сука. Это одна какая-то невероятная межпуха. То есть все в одном большом корыте начинают соображать, как мы можем раздербанить этот кусок, и как мы за маленькие деньги можем построить хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь халабуду. Это дичь абсолютно. То есть такого нет в Европе нигде. Она говорит, у меня голландцы очень долго привыкали, и ее директор, и замдиректора, и вся вообще их контора. Мы никак не могли свыкнуться с мыслью, что людям все равно. Я первый раз, когда приехала на объект на стройку и услышала разговор двух прорабов, один из которых директивно говорит второму, солидный дядька, он там тоже в профессии, лет 40. Говорит, слушай, эта конструкция просто рухнет нахер после первого же выпада снега крупного. То есть там блюстрады не выдержат, понимаешь, какое-то перекрытие хрустальное, сделанное для красоты, не выдержат. Второй ему сказал следующую фразу. Оказывается, я не знала ее, мне ее написала Аня, чудесный архитектор. Она говорит, знаешь ли ты, Инна Сергеевна, что в российском законодательстве генеральный проектировщик дает гарантию на объект только на один год после его сдачи в эксплуатацию. Потом их даже невозможно привлечь к ответственности. Как это спрашиваю я? Вот так. Я когда-то с этим столкнулась на стройке в Москве впервые. Вот увидишь, сейчас начнут сначала гнать на владельца и эксплуатирующую организацию, а то, что во время стройки откаты друг к другу, все, включая МЧС, носили мешками, про это никто и никогда не вспомнит. И все крупные проекты, из которых Аня выходила, а дело в том, что там было удивительно, она очень придирчивая, такая неподкупная, строгая, принципиальная фемина. То есть ее невозможно было перекупить. Она всегда говорила, ребят, если я ставлю под документом какую-то подпись, то я отвечаю головой за это здание. Я не могу наотъебись просто рощерком пера погубить какие-то жизни людей. Потому что на данный момент, получается, ты живешь, если ты находишься на территории Российской Федерации, ты находишься под стрелой, ты не знаешь, где пизданет. Вот в этом ужас, потому что ты не знаешь, там условно останется твой ребенок в безопасности, если вы идете куда-нибудь смотреть мультик. Зашли бы вы в какой-то ресторан. Кто помнит трагедию «Хромая лошадь», когда в ночном клубе начался пожар, и погибли 156 человек, и ни один не ответил, то есть ни хозяин этого заведения, какой-то замшилый, непонятный человек, у которого не было, понятное дело, ни, блядь, ни огнетушителей, ни специальной какой-то системы, оповещающей о пожаре. То есть все разводят руками и говорят, слушайте, ну так получилось, по-моему, это какая-то нелепая случайность. Какая, блядь, случайность? Это здесь закономерность. Ты не можешь быть в порядке нигде. Куда бы ты... В чебуречную ты зашел, в кафетерий какой-то, сел ли ты на теплоход «Булгария» в 2011 году, который перевернулся нахер просто, и за это тоже никто не ответил. И тогда погибло, я не помню, 100 с лишним человек. Было 200, часть удалось спасти. То есть что хромая лошадь, где 150 человек сгорело живьем просто, пришло потанцевать, потанцевало, что трансвальд-парк, в котором было 1300 человек, и там рухнула крыша со снегом. Потом так и не поняли. Проектировщик кивал на исполнитель, на то, что закупили плохие материалы. Те, кто привозил материалы, кивали на то, что это вообще какой-то террористический акт, но это политическое решение, ни одного наказанного человека все равно не будет. И в этом ужас ситуации. То есть понятно, что семьям погибших детей вообще сейчас не до чего. И то, что им звонит, как Тулеев. Вообще Тулеев, конечно, уникальный человек. Так исхитриться на старости лет, целовать пятую точку правителя, и так вдохновенно присмыкаться, подобострастничать в этот дикий день, и писать, что какой великий правитель, какой уникальный человек, несмотря на свою гиперзанятость, взял, позвонил, лично спросил, как эти люди, а как жить после того, как у тебя погиб ребенок. Я, честно, не представляю. У моего отца, например, был друг, а его дочь 17-летняя, она погибла, выпав из окна, человек сошел с ума. Это был наикрепчайший, наиадекватнейший человек. Это был в моем представлении какой-то самый духовитый, знаете, такой воинствующий, настоящий мужик. Огромный двухметровый буйвол, которого было невозможно ничем пробить. Он просто сошел с ума. Никакие, блядь, психологи, никакие нумерологи и торологи, несобственная любимая жена, не оставшийся в живых маленький сын. Его никто не смог вернуть к жизни, потому что я, например, не представляю. Вот меня сегодня с утра трясет. Мы когда созванивались с родительным директором, я говорю, Кать, мы сегодня нахуй не будем. Не программу вечером выпускать, мы ничего не будем делать, потому что у меня помесь какая-то дикой злобы с одной стороны. То есть, как бы, тебе хочется просто разорвать этих пидорасов, которые строили это все, которые принимали это в эксплуатацию, которые, блядь, делают вид, что ничего не произошло. Давайте сейчас все успокоимся, как бы выдохнем, и не будем ничего нагнетать. Ну как это мы не будем нагнетать, если вся эта хуйня будет продолжаться просто бесконечно? То есть завтра вас завалят в каком-то торговом центре. Вы куда-то зайдете и не выйдете оттуда. Я наблюдала эту картину, сука, 10 лет назад. Значит, в Якутии загорелась школа. Сгорела дотла. Там погибло 25 детей. 25 детей, которые царапали, а какой-то ублюдок поставил, там в актовом зале были, как их называют, перегородки такие, специальные железные перегородки. И дети могли бы выпрыгнуть, но не смогли, потому что решетки были на окнах. Когда этих ублюдков спросили, зачем вы решетки на окна поставили, что запрещено по нормам пожарной безопасности, там на них должен быть специальный замок, который открывается, ключ от этого замка должен быть, блядь, у какого-то физрука, как обычно, яйцо в курице, курица в дупле, дупло, блядь, в море, его найти нельзя. Значит, 25 детей сгорели заживо, собирается экс... У них же, сука, всегда одна и та же история. Собирается комиссия. Пока народный гнев бурлит, он бурлит примерно 2-3 дня. Они знают примерно вот этот срок. То есть дальше... Пидорасы тут не виноваты. Серж, я прошу прощения у геев, ребят, не про вас речь. В плохом смысле, пидорас. Значит, вы меня сбили, подождите. Вся эта ублюдочная компания, которая отвечала за безопасность, а там приехал какой-то мэр, не мэр, МЧСовский какой-то генерал, какой-то, блядь, губернатор, не губернатор, сука, 8 пресс-секретарей каких-то, блядь, невероятных... В общем, симпозиум, коллоквиум, все это одновременно. И они выступают и читают какую-то речь бравурную. Я по интонации вдруг понимаю, что, во-первых, у них это заученная какая-то текстовка, она заученная, он на автопилоте ее произносит. Половина из них стоит хихикает, им вообще совершенно насрать. И отношение к этому такое, знаете, будничное. Ну, как будто вот ты встал утром, ну, не знаю, ну, выпал снег, дождь идет. Ну, какая-то такая ежедневная, абсолютно невнятная ересь. И мне стало любопытно, я думаю, а с чего вдруг такая реакция? Я залезаю, ну, я начинаю гуглить, там, сгорела школа в Якутии. Я вижу сотни ссылок, и оказалось, что у них, блядь, десятками горят школы, что вообще по всем улусам, а там страшная нищета, просто дикая нищета. И, ладно, еще какие-то крупные города, большие, ну, типа там, Якутска, допустим, да, как взять, там, Москву, Питер, ну, относительно что-то большое, где более или менее что-то приводится в порядок. Но есть маленькие города, где деревянные постройки, еще, сука, при Сталине, которые делали, где туалеты на улице, где это все прогнило и держится просто на соплях и на честном слове. И каждый раз какой-то глава местного района, который беззастенчиво там постоянно пиздит деньги, он постоянно рассказывает, что сколько детей сгорело? 25 человек. Но мы примем меры обязательно. То есть мы в следующий раз, наверное, в следующем году, мы начнем тогда строительство большой школы в каком-нибудь другом УУСе, но нам снова нужны деньги, дайте, пожалуйста, из федерального бюджета. Все это распизживается опять на подступах, с горем пополам шиворот на выворот строится какая-то шкора с нарушением всех вообще, блядь, мыслимых и немыслимых норм безопасности. И опять это все повторяется как бы с точностью до запятой. Это удивительная вообще вещь. Мало того, когда случился большой скандал, после того пожара, блядь, классика, значит, опять лично звонит Путин, прилетает в красивых сапогах Шойгу, блядь, все комкают брови и говорят, как же так, немедленно, немедленно разобраться, принять меры, всех наказать, быстро мне написать список виновных и в кратчайшее время вопрос решить. Вы знаете, что началось на следующий день? Ну просто вот что началось на следующий день? А я скажу. У меня напротив дома стоял огромный торговый центр. Значит, я захожу, я же не помню, что я хотела купить, стоит рослый, мордатый, красивый, такой замечательный двухметровый МЧСовец, который проверяет якобы пожарную безопасность. Они пошли шерстить все школы, все торговые центры, вообще все, что было в периметре, блядь, рестораны, кафетерии, клубы. И он стоит, улыбается, а там, значит, он говорит, ой, а у вас, я не знаю, там, гранаты у него не той системы, а у вас огнетушитель старый, а у вас вот там выход противопожарный. То есть чувак стоит и просто высасывает деньги. Он говорит, мы вопрос решать будем, нет? Мы как бы вопрос-то будем решать? И все в коридорах улыбаются, говорят, конечно, будем решать, а что нет? И начинают отсчитывать ему деньги. Ну, уходя куда-то вглубь подсобки, вопрос решался на месте. Ни один торговый центр после этого пожара, где погибло 25 детей, в этой долбанной, сраной деревянной школе, ни один не открыл пожарные входы, выходы, ни один не сделал специальную сигнализацию. Оно как было там, сука, до исторической постройки 1841 года, так и осталось. Как это все на русский авось делается, так оно и делается. То есть единственное, на кого здесь могут полагаться люди, это получается на своего ангела-хранителя. Все, блядь, больше не на кого. То есть хороший у тебя ангел-хранитель, есть у тебя шанс здесь, на этой чудесной территории выжить. Зазевался, значит нет. Потому что я помню момент был, когда это был 2004 год, мы с родителями должны были ехать с родителями и с братом в Трансвальд-парк. Мы сами себя уничтожаем, если рассматривать мы как люди, живущие на территории РФ. Мы научились стонать и жаловаться на Путина, Туреева, плохого депутата. Но разве мы привыкли? Какие вы сами себя уничтожаете? Уничтожение в одном. У людей нет привычки держать чиновников в страхе. Что вы несете? Дорогой вы мой Владимир, что значит сами себя уничтожаем? Это родители, что ли, там подожгли в центре своих детей? Сами себя они... Вы можете себе представить? Вы налогоплательщик, законный налогоплательщик, порядочный гражданин, который живет здесь. Вы что, соседей, блядь, поджигаете? Или приторговываете героином? Или занимаетесь проституцией и какой-то еще противоправной деятельностью, блядь? Вы платите налоги и живете в иллюзорном ощущении, сука, что на вашей территории, ваше государство о вас якобы заботится. И заходите, например, в чебуречную купить чебурек. И вдруг вас, нахуй, заваливает, блядь, балкой, потому что какой-то гандон, когда он строил эту чебуречную, подписал, подмахнул бумажку, не подумав о том, как бы будете вы в безопасности на этой территории, или не будете вы, в каким макаром вы себя уничтожаете? Вот это просто феноменальная история. То есть вы сумасшедшие деньги, вот вы работающий человек. Какие-то отчисления, блядь, фонд медицинского страхования, еще куда-то, сука. С вашей зарплаты уходят миллионы в течение, вот вы там 45 лет вы отработали на каком-то заводе, сука. Тач, строй, маш, блядь. И вы думаете, что вам предоставят, наверное, когда у вас, не дай бог, прихватят сердце, печень, почки, коленный сустав сотрется, блядь. Наверное, государство позаботится о вашем жизнеобеспечении и как-то подстилит вам солома. А государство вам говорит в лице какого-то выдающегося чиновника, а кто-то выступал недавно из московских, потрясающий совершенно старик. Он говорит, значит так, когда вы обнаружите у себя, например, рак в четвертой степени, и перед этим не удосужитесь пройти какую-то там диспансеризацию или не чухнетесь раньше, лечить вы себя будете сами за свой счет. Что в переводе на наш, на крестьянский, на языке нашей, быдлотской, звучит так. Пошел нахуй отсюда, за свои деньги сам и лечись. И тогда возникает простой, изумительный вопрос. Он абсолютно спокойный и ровный. А нахер вы тогда нужны? Вы, дорогое, любимое государство, в любых своих ипостасях. Что вы тогда делаете, если вы не обеспечиваете ничего, ни безопасности, ни в каком аспекте вы не делаете людей счастливыми в этом смысле? То есть я... Как удалить Руслана, который нам пишет, не матерись? Как удалить-то, Господи, заблокировать? Господи, как я люблю людей, которые мне раздают советы. Это просто... Это представить себе просто нельзя. Я приведу простой пример. Вот это происходит следующим образом. Мы, например, летом решили делать такую пристройку, ну, в двух словах я назову ее летней кухней. Мы позвонили в чудесную фирму. Приезжают два архаровца. Улыбчивые, рослые парни, приятные. Я объясняю им задачу. Они говорят, вообще отлично, у нас есть чертежи. Мы готовы предложить вот такой-то формат. Достаточно дорогая фирма. Мы заказываем беседку. Нам ее строят. Резная, красивая, с вензелями, с кружевами. Чудесная беседка. Я, например, не специалист. Я не строитель. Я не знаю, как проверять технику безопасности. Я не понимаю, какие крепежи они ставят. Как они это все прикручивают. Держатся и держатся. Значит, лето конструкции стоит изумительно. Все отлично. Мы уезжаем на зиму. Выпадает снег. И я приезжаю где-то в конце марта и вижу, что вся эта конструкция просто обвалилась. Она рухнула. Там были такие четыре, ну, балки больших, да? И на них стояла крыша. Я вежливо очень перезвоню. Я говорю, ребят, сельвупле, не могли бы вы мне объяснить, как за такие сумасшедшие деньги, что случилось с этой выдающейся конструкцией, что она рухнула? Ответ был в стилистике, а она утонула. Они на меня посмотрели и говорят, хозяйка, ну, снега много выпало в этом году. Я смотрю на этих двух ублюдков и думаю, а у меня есть такая нехорошая привычка, у нас чудесные соседи. И мы очень часто их зовем, например, на чаепитие. Ну, то есть, ну, представляете, я зову соседей, это значит, попить чай, они собираются у меня в беседке, и кого-то придавила балка, я не знаю, сколько она висит, она метр восемьдесят девять, вот такой вот толщины, огромедная. Ну, то есть, если она упадет на голову, человеку конец. И два изумительных, двое из ларца, одинаковые с лица, которые говорят, ну, просто снега, просто много выпало снега, поэтому это люди, которые профессионально, якобы, занимаются стройкой. То есть, вся эта шваль, которая, я не понимаю, это же нужно иметь какой-то специфический уклад психики. То есть, ты, например, строишь там огромный новый жилой комплекс Алые паруса, да, это дорогой жилой комплекс, который ты будешь сдавать там не самым бедным людям планеты Земля. Они покупают там квартиры за миллионы долларов, десятки, и вдруг выясняется, кто помнит трагедию, когда это было, по-моему, если я не ошибаюсь, это было 14 января 2017 года. Там рухнул лифт, там в лифте была женщина, она зашла, и лифт просто рухнул. Когда попытались, а я еще раз повторяю, комплекс жилой Алые паруса, это то место, где не живут простые смертные, это не учителя и врачи, это люди, которые могут позвонить в прокуратуру и сказать, Николай Петрович, там у моей племянницы проблема, ты разберись, что за холопы строили, ты вообще как бы справки-то наведи, это что за дела, у меня там кто-то себе ногу поцарапал. И когда начали искать концы, их не нашли, то есть варианты были самые разные, что неправильно сдали в эксплуатацию, потом якобы обслуживающая организация какие-то там неправильно смазывала, блять, как это у них называется, я в этом, слава богу, совершенно не разбираюсь. Ну, в общем, с больной головы, пока кивали на здоровую, все это рассосалось. У них одна мотивация всегда, они знают, что время народного гнева, оно очень краткосрочно. И пока люди психуют, и пока люди дергаются, и сыпят какими-то проклятиями, у нас у всех врожденные реакции очень разные. То есть есть люди, которые просто плачут и говорят, я хочу выразить всем ее соболезнования, я не понимаю, что делать в этой ситуации. У меня ощущение полной беспомощности. Мне хочется просто лечь и рыдать, обнять всех и просто молчать. Это одна физиологическая, врожденная реакция. Вторая врожденная реакция, например, это люди моей категории, мне хочется просто найти виновных и просто их покрошить, нашинковать в мелкую капусту. Потому что невозможно жить в стране, где никто ни за что не отвечает. Это феноменальная какая-то территория. То есть во всех европейских странах за это давно бы засудили. Люди под страхом смертной казни не поставили бы подписи под этим проектом. Из каких-то горючих материалов как можно из говна и пыли строить торговый центр, где будут сидеть люди в кинозалах. Там же, если вы видели с камер наблюдения, это жуткие кадры, когда начинается, только сработала сигнализация, которую якобы отключил охранник, 4 секунды времени и все заволокло ядовитым дымом. Там невозможно спастись. То есть должны же были быть какие-то дымоотводы. Включается... У нас вот, например, очень просто. Человек, который строил нашу радийную студию, там закурить в помещении невозможно. Понимаете? Как только ты пытаешься закурить или ты свечку подожжешь, срабатывает датчик, и с потолка за 3 секунды польется вода. Потому что это сделано на совести, это делалось для своих. Ты отвечаешь за свой коллектив как рачительный, адекватный, нормальный хозяин, а не гандон. Ты понимаешь, что ты отвечаешь за жизнь этих людей, которые на тебя работают. И ты не поставишь там подпись, когда какой-то Михаил Петрович скажет, что я спиздил стройматериалы со своим племянником, сделал 8 откатов. Там на тендере через левого человека с правительством Москвы выиграл, блядь, вот этот конкурс. И за 6 копеек, якобы, построю, а в карман себе положу 12. Ребят, вы чокнутые. А я просто не понимаю, как вы спите. Это можно одуреть. Вот когда ты понимаешь, что ты даже косвенно причастен к смертям детей, я читаю датировку там 2008 года рождения, 2011 года рождения, 2013 года рождения, там 3 ребенка из одной семьи. Ну это можно просто вздернуться от ужаса и с этим до конца жизни жить невозможно. А эти ребята будут спать, вкусно пахнуть, ощущать себя... Ну то есть они, понятно, сейчас найдут двух условно виноватых людей. Там будет подставная владелица обязательно какая-нибудь. Ее показательно будут судить. Никто из тех, кто это строил, конечно, не появится, потому что, как я сказала, у нас в России есть уникальное законодательство и гарантия только год дается. Вообще-то классно. Да, система автономного пожаротушения не отключается. Я больше скажу, мы когда, например, осенью делали выездной большой фестиваль в Хилтоне какая-то пьяная бестолочь умудрилась в туалете покурить. Сработала сигнализация. За две минуты по коридорам ходили девочки с рецепшена, стучали в дверь и говорили «Excuse me, sir» или там «Mr. Mrs. Сильвупле, давайте выходить, пожалуйста, потому что надо разобраться». Эта сирена орет так, что ты спать не можешь. Ты не можешь это проспать, ты не можешь это проворонить. Ну то есть это сделано для людей. А вопрос тогда очень простой. Почему в Хилтоне, в Турции где-то это делается для людей и на века, и там все сделано честно и на совесть? А здесь какие-то ублюдки, которые строили, причем это же не относится к Кемерово, это относится ко всей России. Ты сейчас можешь зайти просто в любой торговый центр, вот наугад просто, и там ты найдешь тысячу нарушений. Ну как? В школах, где тоже все, это какой-то просто бедлам. И та же самая Булгария, когда затонула. Тот же самый удивительный момент, когда случилось все с Трансвальдпарком, я никогда не забуду, если я правильно помню цифру, там было 240 экспертиз. Неплохо, правда? 240 экспертиз. То есть, зачем это делается? Когда поднимается волна, и понятно, что виновных разорвут, нужно выиграть время, и это все заболтать, ну как бы, знаете, поднять со дна ил. И они сразу говорят, мы сейчас разберемся, сейчас будет создана комиссия, не надо нервничать, надо выдохнуть, это большое горе, мы это понимаем, мы обязательно поможем семьям пострадавших. Они всегда начинают называть какие-то цифры, обычно это один миллион рублей, если к этому добавляется региональная выплата, это еще один миллион рублей. То есть, это, конечно, туманит взор, потому что, как бы человек не переживал дико свое горе, как бы он ни был в ужасе, если у него двое детей, и если он живет в полной нищете, и в полной жопе, и если он все время с хлеба на воду перебивается, конечно, его на этом проще всего поймать. То есть, приезжает какой-то пиджачник и говорит, тихо, 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 мы сейчас два миллиона выплатим, вы, пожалуйста, не нервничайте, и в голове включается, какой бы ты ни был сердобольный, удивительный человек, у тебя включается история, оставшихся в живых детей кормить, все, именно на это они ловят. Есть ужасная, совершенно, ну, какая-то чудовищная история, если вбить в гугл жены шахтеров, как Дворкович и Мордашов разговаривают с женами шахтеров. Кто-нибудь слышал запись вообще когда-нибудь? Это помните, когда завалило шахту, и они приняли решение между собой, что их не надо спасать, ее надо просто затопить нахер, что просто людей нужно пустить под нож, а женам они объяснили, что нет смысла, все равно все погибли при взрыве, не надо даже пытаться. Какая это была дата? Или это был прошлый год? Я просто уже среди этих трансвальпарей, этих парков и всего остального путаюсь. Или 2016, или 2017 это был год? Ну да. Очевидцы что? Очевидцы говорили, что если бы в кинозал не забежала женщина с криком и пожар, так бы и сидели. И сеанс продолжался. Прошлый год, да. Нет, понятно, что это только благодаря людям жертв, как это жутко не звучит, минимальное количество. То есть благодаря сумасшедшей консолидации. Что кто-то... И представьте, это же дикое дело, начинается паника, все за секунду заволакивает дымом, и кто-то еще побежал до кинотеатра, открыл двери и сказал, ребята, пожар, выходите отсюда. То есть это сверхлюди, конечно. Не свою задницу, там же часть охранников и часть прекрасного персонала, понятно, кинулась в рассыпную, чтобы спасти себя. Я не знаю, как бы я поступила на их месте. И там были, конечно, великие дядьки, которые кинулись с шапками на лице вытаскивать хотя бы кого-то. Хотя когда уже жутко вот это вот горь, копоть и дым и отравляющие газы достигают какой-то сумасшедшей концентрации, ты понимаешь, что ты никого уже не вытащишь. То есть там даже профессиональные пожарники уже пасуют перед такими вещами. Это жутко. Где новый президент? А ему-то зачем? Нет, вы интересные люди. Вот я восьмой раз сегодня читаю в ленте, там типа, где был Путин? Вы сумасшедшие, что ли? Вот он, знаете, как это будет? Он лично приедет и скажет, во-первых, мы скорбим, объявится день траура на три дня. И ровно через три дня про это будет забыто. Причем про это будет забыто и теми людьми, которые сегодня постят вот эти вот траурные аватарки, потому что так работает человеческая психика. Они это знают. Но ужас даже не в этом, не потому, что человек здесь очень быстро переключается, чтобы с ума не сойти. Я, например, когда меня кто-то спрашивал, типа, Инна, вы хотите хайпануть, вы все время записываете на злобу дня, чтобы собрать какие-то лайки, я говорю, нет, мне это важно, чтобы не ебнуться окончательно здесь. Это принципиальный момент, потому что я, например, холерик, я это очень сильно переживаю. То есть я или сойду с ума, или начну пить боярышник, но у меня просто алкогольная непереносимость, я не могу этого технически сделать. В этом смысле Господь уберег, то есть я не могу притрагиваться никаким веществом и никаким спиртосодержащим напитком, только, может быть, там, максимум полбокала вина, это не спасает в этой ситуации. То есть фактически это моя супервизия, это моя психотерапия. Просто выговориться, потому что тебя это разрывает изнутри от злости, от обиды, от бессилия, от того, что ты понимаешь, что эта хуйня происходит уже какое-то бесчисленное количество лет и улыбающиеся лица, которые, вот типа Тулеева, это пуля непробиваемое какое-то лицо, и говорит, мы так счастливы, Владимир Владимирович лично выразил нам соболезнования. И что? А да, это что, может вернуть кому-то погибших детей, что ли? В чем циме с того, что первое лицо государства, я больше скажу, для меня эта гибель дикая, страшная, массовая, ужасная, она предвестник череды таких событий. Это как, знаете, когда демонам как бы в угоду приносится некое большое, я фигурально выражаюсь, но в этом есть доля правды, некое большое жертвоприношение. То есть, когда на самой верхушке абсолютно беспринципные люди, которым абсолютно все равно, что с вами будет, погибнете вы где-то, вы же, у вас нет гарантии, вот сейчас, в данный отрезок времени, вы не можете быть уверены, вот сядете вы, допустим, в метро, доедете ли вы до следующей станции, или будет террористический акт, за который никто не отвечает, и вы не знаете, доедете ли вы. Сели вы в самолет, допустим, есть ли у вас гарантия, что он долетит до конечного пункта? Нет у вас такой гарантии, потому что постоянно разбиваются самолеты, и нет ни одного внятного объяснения, что это было. Но последняя вот была авария жуткая, да, и это бесконечное вранье, бесконечная путаница в показаниях. Кто-то из экспертов говорит, что закрылки обледенели, шасси не выпустили, ошибка пилота, человеческий фактор, вы знаете, надо разбираться, какой-то взрыв, но в конце концов ты начинаешь понимать, что здесь все через пятую точку. Вот и все. В торговом ли центре ты смотришь, теперь ты должен сидеть, блядь, и дергаться. И лучше, конечно, в торговые центры не ходить, равно как и в кинотеатры тоже, потому что ты не знаешь, кто это строил, из каких материалов это все состоит. Если там, потому что сейчас МЧСовцы их будут шерстить и заставлять вешать, знаете, в коридорах демонстративно будут висеть огромные огнетушители и будут там такие большие, яркие фломастеры нарисованы планы эвакуации, это будет ровно две-три недели, пока будет такая, ну, как бы напор дикий, пока будет боль, страдания и много интереса к этой истории, да, потом это все снова сойдет на нет, утихнет, и все будут снова строить нарушение всех... Почему здесь это? Что? Где будем? Меня больше того, знаете, что поразило и изумило, я когда листала федеральный канал, я не поняла, почему никто не изменил сетку вещания. Это из ряда вон выходящая вещь. То есть, неужели жажда наживы настолько сильна, что называется похер пляшем? Послушайте, ну, вы должны, во-первых, вести трансляцию, не показывать сгоревших ребят, потому что это может гарантированно как бы довести до инсульта стариков, они не смогут это смотреть, но обязательно держать людей в курсе событий, что случилось, почему это случилось, в каком состоянии все в больницах находятся, дать координаты для сбора денег обязательно. Нет, сука, ты включаешь первый, второй, третий, четвертый, песни, танцы, песня года, какие-то сериалы про ментов, опять про КГБ и про МВД, и ты думаешь, мазафака, это какое-то перпетум мобили, то есть бесконечное, бесконечный круговорот говна в природе, ну, и все в стразах, в конфетти, блядь, сверху сыпятся какие-то марципаны, и все танцуют и поют, это такой пир во время чумы. Все, что происходит здесь в последнее время, это один перманентный террористический акт, только сделанный не силами извне. Вот в чем дело. Для того, чтобы развалить эту прекрасную страну, не надо никакого иного вмешательства. Это бушит. И когда верховный главнокомандующий говорит, что против нас весь мир, против нас Америка, против нас Европа, против нас Украина, против нас все соседи, но мы смелые и сильные, у нас есть, сука, ракеты, и мы можем так этими ракетами создануть, что все в холодном поту проснутся. Нет, ребят, никаких врагов у нас, кроме нас, самих нет. Вот в чем ужас. И уничтожается собственный народ изнутри, который горит просто в торговых центрах, который погибает в трансвальпарках, который тонет в Болгариях, горит в хромых лошадях, обваливается где-то в алых прудцах в лифте. Это просто ад на земле. Вот и все. И там изумительная есть вот эта аудиозапись, где жены горняков, понимая уже, что их затопили, понимая, что их убили, они кричат Дворковичу, говорят, зачем вы так делаете? Зачем вы врете на всех федеральных каналах, что это природа, что это выброс сметана, что нам невозможно было это предусмотреть, что якобы какая-то экстренная ситуация, вы же датчики все время обнуляете и занижаете, вы же платите людям копейки, вы унижаете их, вы заставляете их работать за 50 тысяч рублей, у них по двое детей в регионе, нет другой работы, вы знаете, что они в безвыходном положении, вы нагибаете их и имеете. Одна плакала там женщина, она говорит, мы поженились полтора года назад, мы взяли кредиты, мы даже за обручальные кольца не выплатили деньги, он полтора года работает, у него за полтора года не было ни одного дня отпуска, мы не можем даже с ребенком слетать там в какую-нибудь пять алушту за три копейки, потому что у ребенка астма. Говорит, вы почему себя ведете как скоты? Неужели вы считаете себя небожителями, богами, и венциносными, и вообще неприкасаемой кастой, а мы неужели для вас пустое место? Он улыбается стоит, но в его молчаливых невероятных глазах такой ответ, ну что, дескать, да. Вот это, конечно, абзац. И когда у них начинается истерика, и они кричат ему, не смейте так с нами обращаться, верните нам наших мужей, откопайте их, поднимите, сделайте что-нибудь, вы же на них делаете сотни миллионов, вы же обогащаетесь, вы становитесь мультимиллиардерами, ну почему вы не можете даже систему безопасности в шахтах, у вас одна шахта завалилась, там погибли люди, вторая завалилась, все по одной и той же схеме, там погибают сотни людей, он так на нее смотрит и говорит, нет, там все в порядке, там отличная вентиляция, там все изумительно работает, это просто ЧП, разовое ЧП, такое тоже бывает, это природа, природу предугадать нельзя, но мы вам выплатим по 6-7 миллионов рублей, мы обязательно решим этот вопрос, и как-нибудь разберемся, и вот после слов, что мы выплатим вам по 6-7 миллионов рублей, женщины, которые просто одурели от нищеты, начинают потихонечку утихать, и вот это, конечно, дико, потому что, блядь, они выстроили удивительную схему, они сначала отобрали возможность достойно здесь зарабатывать и получать за свою работу адекватные деньги, а потом, отобрав у этих людей последнее, в том числе, и чувство собственного достоинства, поняли, что с ними можно с этого момента делать все, все, что угодно, абсолютно все, что угодно, то есть, выплатить большую компанию, что такое 5 миллионов для мультимиллиардера, у которого доходы исчисляются, ну, просто там, сотнями миллионов долларов в месяц, для него это как для вас купить пакет молока и буханку хлеба, тьфу и растереть, это ничего, поэтому они прекрасно знают, что и здесь, даже если возникнет какая-то инициативная группа и сходящие с ума от горя родители сделают какой-то родительский комитет и будут добиваться правды, и хватит на очень короткий промежуток времени, приедет какой-то представитель из администрации и или публично, или в тихушку сделает встречу и скажет, Ребят, давайте так, каждый по пять лямов и по домам, у вас дети, вам еще семью кормить надо, давайте как-то замнем это дело, вот и все, будут сделаны фейковые какие-то разборки, женщине, которая является якобы хозяйкой этого торгового центра дадут условный срок и она потом тихой сапой через полгода выйдет, потому что через полгода никто не вспомнит про это дело, здесь будут с такой чистотой взрываться и гореть к сожалению все эти торговые центры, что у людей нервной системы не хватит каждый раз впадать вот в такой ступор, это будет защитная реакция, люди будут из этой беды просто выключаться, они будут смотреть и говорить, ну опять, ну просто снова случилось, это самое жуткое, что происходит с нашей психикой, но к сожалению по-другому быть не может, а эти будут просто покупать самых ретивых, непримиримых, вот таких вот на острие ножа, которые будут бороться до последнего, потому что я прекрасно понимаю, мама, которая потеряла одновременно троих сыновей, которым было там 5 лет, 7 лет и 11 лет, все, ей, ну она пойдет до конца, она будет рыть до центра земли, до самого Кремля подкоп, вот пока ее не остановят, и там уже не будет играть роли ни 8 миллионов рублей, ни 9 миллионов рублей, то есть я вообще считаю, что в конце концов это закончится вот чем, эти люди все объединятся, я не знаю, начиная от Дубровкин, заканчивая там прекрасными, смелыми, удивительно отважными женщинами, это матери Беслана, то есть эти люди будут просто консолидироваться, потому что количество разного рода якобы случайных катастроф, полутерактов и всего остального будет превышать все санитарные нормы, потому что получив индульгенцию еще на 6 лет, ребята поняли, что им можно все, а это неизбежно влияет на их поведение, то есть это такое уже максимальное пренебрежение, ну то есть это когда мы можем творить все, что мы захотим, и когда мы неподотчетны, вот и все, это конечно жутко, ну и финал у территории будет совершенно закономерный, когда власть так относится к своим людям, ну да, 5 лямов за взрослых, ну это классическая схема, потому что они видят дикий всплеск, они видят как загорелись люди, и как много это всколыхнуло народа, потому что это правда дичь, слушайте, жуть, когда ты читаешь, что какая-то консьержка закрыла в кинотеатре маленьких детей, чтобы они не вышли, ну ты просто вообще понять этого не можешь, как это так, закрыть детей, пойти куда-то гулять, курить, какой-то охранник, который выключил сигнализацию, тоже куда-то пошел отдыхать, это все вседозволенность власти и ребят, которые просто охуели от безнаказанности, плюс абсолютная такая быдлячая вот эта вот безалаберность и халатность, как у нас был прекрасный сторож, я помню, на даче восхитительной, который, я помню, я приезжаю, не предупредив о том, что я буду, и вижу, как он курит, а там лежали краски и еще какой-то легковоспламеняющийся материал, я говорю, дядь Митя, я как бы сильно растерялась, я не поняла, это что, он говорит, да ладно, Сергей, ты что, технику безопасности что ли, не помню, и он бросил этот окурок, там какая-то баночка стояла с бензином, как это все нахер полыхнуло, хорошо, что было две цистерны воды, ну это ладно, а он еще перманентно, как потом оказалось, был большой любитель выпивать, вот это вот такой винегрет и совершенно фантасмагорический какой-то замес, какая там формула воды, ребята, какой там Голливуд, вот если поэтому снимать документалистику, это будет самый страшный триллер вообще в истории планеты Земля, потому что это настолько как бы многопрофильная и многогранная дичь, что конца края этому не видно. 30 тысяч пропавших сыновей на учениях в Украине, матери объединились? Нет, Дмитрий, не объединились, я считаю, что есть такое понятие, как усталость металла, то есть люди, когда их конкретно какой-то вопрос не касается, они ждут до последнего, а потом, когда это превышает все санитарные нормы и ты понимаешь, что жить ты больше в этом не можешь и это коснулось тебя лично и вокруг тебя существует огромное количество людей, которые тоже настрадались, у кого-то ребенка убили, у кого-то на бутылку посадили в отделении полиции племянника на допросе, потому что выбивали показания, у кого-то отжали бизнес, у кого-то изнасиловали дочь в подворотне, какой-то влиятельный прокурорский сынок, когда вот этот концентрат уже превышает все мысливые дозы, люди начинают консолидироваться, вот и все. Я не знаю, будет ли какой-то персонаж псевдо-либерально-оппозиционный, который их возглавит, но то, что люди начинают кучковаться, к сожалению, по принципу пережитой беды, это абсолютно однозначно. То, что сами по себе отдельно они очень слабые, это синдром выученной беспомощности. Их приучили, их так часто здесь били, унижали, и с ними так по-скотски обращались, и они росли, как в свинячьем катухе. Вот я когда смотрела, мы приехали в Улус, где сгорела эта школа, это не школа, это свинарник, это такая деревянная постройка, там даже я бы даже корову там держать не стала, а людей приучили к тому, что это нормально, послушайте, вы заслуживаете такого. И поскольку и деды, и прадеды жили в абсолютной нищете, и привыкли за свои труды получать копейки, и были всю жизнь бесправны, и всю жизнь их загоняли то в гулаги, то еще в какие-то лагеря, их листали на гайки, это рабская психология, конечно, гипнотически, вы заметьте, как, вот, помните, было где-то недавно всплеск, где случился выброс сметана, где горела помойка, и чудесная девочка в розовом вот так показывала бестолковому губернатору, маленькая ей было лет 10, но это было, вот именно из таких девочек это будет состоять, потому что одуревшие от горя родители, когда ты выплакал свое, когда ты уже понимаешь, что нет силы лежать, уткнувшись в подушку лицом, я все это когда-то пережила, у меня, вот была ситуация дикая, когда у меня на руках умирала моя мама, я звонила в скорую, скорая вместо того, чтобы ехать, например, положенные там 10 минут, ехала 56, и ты потом себе несколько лет задаешь вопрос, я в платную скорую ты можешь звонить, она ехала точно так же, ты задаешь себе вопрос, я мог этот вопрос как-то ускорить, там, не знаю, на руках донести, на какой-то телеге, на машине, которая не заводилась, ты начинаешь жить с чувством вины, потом ты входишь в фазу ярости, она у всех разная, то есть там есть и гнев, и отрицание, и ощущение того, что вообще ничего сделать не можешь, но я убеждена, что со многими родителями произойдет то, что когда-то произошло там условно с матерями Беслана, то есть сначала это страшное горе, и тебе ничего не хочется, ни компенсации от государства этого сраного, ни разговора с чиновниками, просто ты даже не ищешь виновных, ты либо плачешь, либо находишься в состоянии полного анабиоза, а потом у определенных людей проснется дикая ярость, и они начнут холодно и точечно задавать вопросы, вот и все. Почему вас нет на площади? У нас пенсионеры, нет, я не знаю, ну, в общем, в США скоро приходит через три минуты. Ну, да, вот понимаете, Людмила, есть же страны, которые действительно крайне щепетильны, опять же, когда мы разговаривали с Аней, Аня все-таки человек рациональный, взрослый, который занимается проектированием, и которая уже 25 лет архитектор, она говорит, голландцы не любят работать только с Россией, только с Россией, потому что, когда из России приходит заказчик, даже если он сказочно богат, даже если он, учтив на самых первых стадиях переговоров, и он обещает золотые горы и сумасшедшие зарплаты, ты входишь в проект, подписываешь документацию, и сразу на месте ты видишь, как разворовывается абсолютно все. Она говорит, я первый раз ошалела, когда мы со Сбербанком начали возводить, кстати, у Сбербанка они отсудили 5 миллионов долларов, когда голландская фирма сказала, а ну-ка стоп, вот под этой халабудой мы подпись-то свою ставить не будем по одной простой причине. Наша подпись это гарантия качества. Это значит, что ни на одного человека не упадет балкон, не загорится какой-то кинотеатр, не случится какой-то трещины в стене, после которой обвалится часть фасада. Мы отвечаем за проект головой. А вы, которые отсюда вывозят по 2 тонны цемента через черный вход, которые экономят даже на перекрытиях, и каждый из проектировщиков, кто-то миллион себе положил, кто-то два, кто-то племянника троюродного привел, и еще что-то там списал на каких-то галогеновых лампочках, это нам не интересно, мы-то за гарантию качества, мы за то, чтобы была репутация совершенно другая в этом мире, и к тебе потом приходили заказчики, которые знают, что твое имя, но это значит построено на века. Здесь-то такого нет, здесь все время вот это вот, блядь, один раз живем, построили, и хер бы с ним, горе оно все синим пламенем. Это дичь, конечно, абсолютная. Один раз сделать показательный, нормальный процесс, просто, чтобы неповадно было никому потом, чтобы люди трясущимися руками, в ужасе, подписывали договор, 10 тысяч раз перепроверив все лифты в шахтах, какие-то вентиляционные ходы-выходы, противопожарную безопасность. Я помню прекрасно Агата Кристи, замечательная женщина, которая занималась строительством в Москве, она говорит, я одурела, когда мне начали в Москве объяснять, что зайти к заму Лужкова по строительным историям там стоит столько-то десятков тысяч, выйти столько-то, заключить проект это отдельные деньги, выиграть тендер столько-то денег, и потом ты начинаешь задним числом переоформлять какие-то документы липовые абсолютно, и опять же расписываться под какими-то нелепыми заключениями, что все в порядке, дом сдан в эксплуатацию, и можно с завтрашнего дня в него въезжать, она говорит, ребята, нет, стоп, так делать нельзя, вы расписываетесь кровью тех, кто здесь будет жить. Если у вас обвалится крыша и под ней будет погребено, как в Трансвальд-парке, я не знаю, сколько там было, 20 человек, 28 вместе с детьми, и по ранению разного рода получили 200 человек. Неужели вы не понимаете, что вы не можете это подписать? На что ей сказали, ты дура что ли совсем? Ты что? У нас в России так все работают. А не нравится, пошла отсюда нахер. И она уехала в Америку. Аня, проектировщик, архитектор, которая работала со Сбербанком, уехала в Голландию. Вот и вопрос, а здесь есть какие-то честные, принципиальные, нормальные люди, которые будут строить, и которые будут говорить, ребят, я не готов ставить подпись кровью и не готов наживаться и класть себе в карман миллионы рублей, потому что это просто абсолютно бедуам. Ну да, суперпарк Зарядье, но это все одинаково, слушайте, тот же самый Керченский мост, та же самая Зенит-Арена, которая будет сдана в эксплуатацию. Слушайте, ну Звезда Смерти дешевле стоит, чем Зенит-Арена. Сколько строят с нарушением всех эксплуатационных норм? Понятно, что это все Филькина грамота, и понятно, что люди распиливают на лету, понимая, что они временщики, и у них и дети в Лондоне, и жены в Лондоне, и им через 5 лет отсюда уезжать. То есть вопрос просто в том, что либо будет волна народного гнева, условно, которая все это сметет, либо не будет ничего, и тогда они добьют, дожмут, доломают здесь все, что только есть в течение вот этой вот оставшейся шестилетки. А дальше оно все рухнет, вот как рухнула крыша трансвальпарка просто под ноль и погребла под собой людей, вот ровно так же благодаря этим вышестоящим ребятам, которые абсолютно все распилили, рухнет эта вся несущая конструкция страны и погребет, к сожалению, под обломками огромное количество зазевавшихся людей, которые еще просто не поняли, что здесь происходит. Вот и все.